Мы плавно движемся к концу нашего курса и сегодня поговорим о плагинах в AppSidia. Но сначала один небольшой лайфхак, связанный с поиском. Особенно он будет интересен тем, кто уже поигрался с поиском, но пока не понял, насколько это многофункциональная вещь. Итак, у меня была задача и у вас, я уверен, будет что-то похожее. Накидать список тем, а потом удалять их по мере выполнения. Я решил это с помощью to-do листа, а описание, если оно есть, вынес отдельной заметкой. По мере выполнения вычеркиваем. Можно и так, а можно, например, под каждую карточку заводить свою страницу в папке карточки. А все сделанные карточки помечать тегом done. То есть сделано. Что мы имеем? Так-то ничего, если не брать во внимание поиск. Итак, давайте все закроем. Мы ищем темы. Даже не темы. Мы ищем записи с тегом темы карточки. И исключаем из поиска тег сделано. Исключение знак минус. То есть что мы получаем? Мы получаем список не сделанных карточек. Ну то есть всего у нас карточек две, а не сделанных, то есть без тега done, одна. Так, ну и переходим, наконец, к плагинам. Тут у нас есть предустановленные плагины и сторонние. В предустановленных мы уже что-то включали. Обратные ссылки, например. Давайте включим исходящий. Рассказывать не буду. Точнее расскажу, но очень быстро. Потому что плагинов тут много и каждый заслуживает внимания. Ежедневные заметки. Шаблоны. Ну в общем, наверное, я все включу и покажу очень быстро, что это такое. Cetel Custom. Случайная заметка. Слайды только не буду включать. Диктофон. И пространство не буду включать. Это два платных плагина. В общем-то полезных, но платных. Итак, что мы сейчас включили? Исходящие ссылки. Тут у нас нет исходящих. Вот тут. По-моему, абсолютно бессмысленная вещь. Исходящие ссылки видны и так. Разве что, если большой документ. Так, что у нас тут? Заметки Cetel Custom. Не буду рассказывать. Тем более, что можно сделать через шаблоны. А вот, собственно, шаблоны. Тоже не буду рассказывать. Это долго. Но вещь полезная. Далее ежедневная заметка. Это такой дневничок. Не знаю, на любителя. Далее случайная заметка. Ну, тоже на любителя. Просто функция случайных величин выкидывает заметки. Можно наткнуться на что-то важное, что когда-то записал, но забыл. Не обоставил. Далее диктофон. Тоже может пригодиться. Просто в реальном времени записывайте свои мысли. Или, например, стихотворение. Или даже прозу. Особенно помогает, когда уже не попадаете по клавишам и по предательскому стечению обстоятельств. Именно в этот момент хочется срочно записать стихотворение или даже прозу. Вот такая вот вавка получается. Так, дальше у нас появилась избранная. Ну, просто избранная, как и везде. Избранная оно и есть избранная. Отсюда можно добавить. Или отсюда. Ну, в данном случае убрать. А так добавить. Ну и вроде все. Ну и, соответственно, можете все ненужное подключать. А, слэш-команда еще. Это такая штука. Тоже, по-моему, ненужная. Ставите слэш, и он выкидывает все команды, какие есть. Ну или не знаю. Я не пользуюсь. Так, ну и кроме предустановленных плагинов, тут есть сторонние плагины. Сначала нужно отключить безопасный режим. Красная и страшная кнопка. Ну, во-первых, по-другому нельзя. Во-вторых, она не так страшна. Просто нас предупреждают, что установка плагинов может быть небезопасна. Плагинов тут уже очень много. Разрабатывают их энтузиасты. Отсортированы по популярности. Ну и действительно продвинутые таблицы крайне полезный плагин. Собственно, про него я расскажу вкратце. С остальными вы уж сами. Но, в принципе, все в топ-10 можно установить и попробовать. Может понравиться. Видите, тут прямо инструкция. Что и как делать. Устанавливаем и включаем. Можно заглянуть в настройки. Можно не заглядывать. Вот тут шаблоны, кстати. Надо бы рассказать, но не будем. Так, ну и собственно таблицы. Ставим три прямых слэш и интер. Он вставляет таблицу из двух столбцов. Уже хорошо. Далее. Пишем что-то в заголовке. Строки у нас едут. Это вообще куда-то не туда я вставил. Возвращаемся к заголовку. Нажимаем таб. Он все выравнивает. Ну вот такая вот история. Таб. Все ровненько. Тоже хорошо, но и это еще не все. У нас появляется панель управления таблицами. Например, выровнять посередине. Вот так, кстати, это оформляется в Markdown. Ну и так далее. Вставить строку выше. Тут непонятно. А вот видите, вставил. Ну то есть нельзя сказать, что без этого нельзя прожить. Можно, но согласитесь, с этим жить гораздо удобнее. Есть у меня подозрение, что если разработчики остановятся на достигнутом, а такое может быть, потому что продукт, на мой взгляд, уже законченный. Усложнять его только делать хуже. Собственно, философия Obsidian это простота и дзен. Так вот, если разработчики остановятся, то энтузиасты точно не остановятся. Попробуй их останови, этих энтузиастов. Плагинов будет, что грибов после дождя.